всех приветствую дорогие зрители канала герчики ком с вами виктория севчук сегодня у нас будет тема видео ближний ретест и дальний ретест чем они отличаются как они торгуются на что нужно обратить внимание я составила план чтобы было удобнее вам также объяснять вообще с чего нужно начать и что первой учились обращать стоит обратить внимание 1 2 ближний ретест он имеет торгуется определенный ночь с чего с того что это сценарий а пробойный да то есть это сценарий на пробой ближний ретест что значит ближний ретест это значит риски ретест уровня первую очередь это уровень то есть Чтобы отторговывать и торговать ближний ретест, нужно правильно определить уровень, только тогда вы будете понимать, что такое ближний ретест и сможете его торговать. В основном при ближнем ретесте это уровни излома всегда, то есть это основа, уровень излома, то есть там, где остановили движение, после этого идет какой-то откат и опять возврат к этому уровню. Это называется ближний ретест. В основном ближний ретест, он работает до 10 дней, то есть почему он называется ближний? То есть должно пройти не так много времени на ретест, когда мы идем на ретест, когда инструмент идет на ретест, будь то в лонг, будь то в шорт, должно пройти не более 10 дней. Ближний ретест бывает локальный, бывает глобальный. Что это значит? То есть, ближний ретест, он может быть, соответственно, на дневном графике, на недельном и выше. Также ближний ретест может быть локальный, то есть, на часовике, на минутках. Самая основная особенность данного сценария, да, это пробойный сценарий, это пробойная формация ближний ретест. В основном, ближний ретест, он работает по тренду. То есть, должен идти тренд, то есть, инструмент должен пройти, например, 50% от ар инструмента прошел, откатил и обратно идет на возврат. То есть, на откате это получается тренд и обратно идет по тренду вон, если сейчас говорим о восходящем тренде. В основном, это пробойная формация, которая работает по тренду. Тренд у нас может быть как внутри дня локальный, да, так и тренд может быть глобальный, на дневке, да, например. Дальше смотрим. Ближний ретест и тренд, да, это то, что я сейчас говорила. Ближний ретест, он может быть только по тренду. Очень тяжело торговывать, вообще неправильно, по моему мнению, неправильно торговывать ретесты в канале. То есть, когда тестят уровень сопротивления, в основном это все выглядит как за сбор стопов. То есть, есть излом, опять излом, точнее, опять три теста, откатили опять три теста, то есть, бьются, бьются постоянно в эту точку. То есть, такие сценарии, это больше похоже на ложный пробой, чем на пробой. В основном это происходит в канале. Ну и здесь очень важен, конечно же, и подход к уровню, какой он, то есть до, что было до. То есть, мы должны понимать излом, чем он завершился излом, что было до этого излома, какое было движение. Вот, но в основном, еще раз повторюсь, ближний ретест, это пробойная формация именно по тренду. Все-таки тренд, и именно на остановках, вот на этих, мы можем брать движение при таком сценарии, как ближний ретест. Давайте, наверное, я покажу вам на графике, чтобы было понятно. Так, у нас по плану, так, техническое движение при ближнем ретесте, дальний ретест. Так, дальний, мы чуть позже, дальний, ну давайте, давайте пару слов еще о дальнем ретесте. Что такое дальний ретест? Дальний ретест, это, соответственно, более 10 дней и выше. Дальний ретест может быть и через 20 дней, и через 30 дней, и через месяц. А что важно? То есть, опять же, это подход к уровню. Очень возможно, да, когда у нас излом, было сильное, длинное, безоткатное движение, инструмент остановился, ходит в накоплении, то есть, просто стоит и опять тестит уровень. То есть, это называется дальний ретест. Но, не факт, что он будет пробит этот уровень. Поэтому, дальний ретест с ближним не стоит путать вообще, потому что при ближнем 90% вероятность, что инструмент уровень пробьет. При ближнем ретесте. Когда у нас техника хорошая, когда у нас отар позволяет, когда у нас близкий подход к уровню, что очень важно. При ближнем ретесте также важны закрытия на дневном графике. Близкое закрытие под самый хай, под самый лоу. Закрытие в лонговой, в шортовой зоне. При дальнем ретесте здесь немножко другая техника. Здесь нам важен не сам подход, а что было до. То есть, общая картина рынка. Потому что, если у нас был тренд, например, да, и он на развороте, то у нас на развороте мы можем попасться на ложный пробой. В основном, там длинное безоткатное движение, в основном всегда заканчивается ложным пробоем. А мы будем думать, что инструмент долго-долго копил, и мы хотим зайти на пробой в дальнейшем, да, то есть на продолжение восходящего движения. Вообще, при анализе дальнего ретеста желательно заглядывать, смотреть такие таймфреймы, как неделька и месяц, чтобы вообще понимать, какое общее направление рынка. Так, да, общая картина рынка. Так, давайте графиком теперь. Я выделила на валютных парах, так как я в основном торгую Форекс. Вот, пожалуйста, свежие картинки. Вот, то есть, не так далеко мы отошли от текущей цены от сегодняшнего дня. Вот, все они выделены у меня на дневном графике. Я сегодня вам объясню все-таки, что важно при анализе, да, чтобы понимать, что это такое. Ретест, ближний, хорошо. Если он ближний, значит, будет пробой, либо не будет пробой. Дальний РТС, что при нем происходит, ложный пробой или пробой. То есть, сегодня это мы с вами все, я вам постараюсь объяснить. Так, ну давайте начнем с евро-доллара. Вот у меня дневной график. Начнем вот с этой картинки. Вот с этой. Вот о чем я говорю. Длинное движение. Вот, у нас вообще, вообще начнем с того, вот недельку включить, у нас тренд нисходящий. Вообще вот так вот, если общее направление посмотреть, недельный график показывает то, что у нас евро-доллар находится в нисходящем тренде. Да? Да. Теперь смотрим дневку. Дневка у нас есть, вот, у нас есть уровень. Например, вот мы вот здесь торгуемся. Нам же интересно, что все-таки на ретесте происходит. Сегодня у нас сценарий ретеста. Значит, мы будем рассматривать ретесты, ближний и дальний. В данном случае я выделила дальний ретест. Объясню почему. У нас есть движение. Падение до откат. Вот как раз-таки вот это ближний ретест. Мы сейчас к сюда вернемся. Опять движение. Все, движение хорошее, практически без отката. Видите, откатов нет. И паранормальный бар. Ну, относительно паранормальный бар. Все. Вот этот уровень, вот этот уровень, он важный. Все. И при каждом ретесте, вообще при любом, здесь ретест, это уровень излома, здесь ретест, это уровень излома, здесь ретест, это уровень излома. Все уровни излома, вот здесь излом, все уровни излома, все уровни излома, они важны очень при пробойной формации, если мы хотим торговать ближний или дальний ретест. Все. Мы взяли за основу вот этот лоу. Все. Это наш уровень. И мы смотрим, да, что вообще происходит. Ну, во-первых, здесь ложный пробой у нас, да, идет. Одним баром мы сходили, опять сюда сходили, опять сходили. В общем, инструмент, находится над уровнем и в основном как-то и не особо, особо не идет в лун. Смотрим, да, считаем, сколько баров пройдено после излома. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь можно было бы сказать, что это, что вот если на этом баре, вот, например, он же уже выкупился, ну, например, он вот здесь вот пока строится и находится вот здесь. Опять баров. Ближний ретест. Это ближний ретест, если я вас спрошу, да. Смотрите, было падение. Во-первых, во-первых, у нас безоткатное движение от ар пройден. Это раз. Здесь у нас подход паранормальным баром это два. Здесь, на самом ближнем ретесте, то есть, вот на вот этом баре, какой у нас подход? У нас подход далекий и закрытый. Вот этот бар, он далеко закрылся, этот бар, соответственно, выкупили, далеко закрылся. Понимаете, да? То есть, здесь вероятность пойти ниже была очень низкая. Почему? Опять же объясняю, здесь было очень много пройдено. Это раз. Паранормальный бар, вот этот вот, это два. И далекое закрытие, это три. То есть, здесь ближний ретест, даже несмотря на то, что у нас неделька, она находится в глобальном нисходящем тренде, здесь продавцам не хватило объемов пробивать и что они делают? Они опять идут в ломки, то есть, находятся в зоне вот такой, вот такой вот зоне накопления. Очень хорошо, отторговать ближний ретест либо в самом начале, либо в середине, но не в самом конце. То есть, что значит самый конец? Когда вы увидите, что у вас инструмент прошел, здесь пройдено ТАР и здесь пройдено два ТАР. Три ТАРа в тренде пройдено. Это много. Три, ну да, можем сказать, три ТАРа пройдено. Это достаточно много, тем более для такой пары, как евро-доллар. Мы будем сегодня говорить о мажорах. Я выделила доллар-иену и фунт-доллар. То есть, в основном техника онаезде похожа, но будем сегодня мажоры рассматривать. Поэтому здесь, вот именно на этом баре пятом, да, ближний ретест нельзя было торговать. Еще момент. Что значит пробойный сценарий? Вообще, что такое пробой, как его торговать? Чтобы торговать пробой, нам нужно подкрепление, то есть, нужно подтверждение того, что это действительно пробой. Здесь что мы увидели? Здесь мы увидели дневку, только подход к этому уровню. Заметьте, подход. Когда мы это видим, подход к уровню, мы переходим на, для чего нужны внутридневные таймфреймы, минутки, часовик, мы переходим туда и смотрим, какое закрытие там. Нам вообще желательно, что видеть при пробое на внутридневных таймфреймах? Маленький подход, точнее подход, маленькие имбарами к уровню, с поджатием, возможно, с закрытием в уровень, под самый low, под самый high, либо закрытие ниже. Это все нам дает сигнал того, что да, действительно пробой может состояться. И, соответственно, нужно это закрытие еще и дождаться, потому что здесь вас может выбить, то есть, как вот здесь, сложный пробой могут нарисовать. Понимаете, да? Поэтому ближе ретест тоже не стоит рано заходить. Это очень такая главная ошибка, когда трейдеры пытаются раньше зайти на пробой, думая, что это пробой заходит вот здесь. Здесь неправильно заходить. Заходить на пробой надо уже ниже этого уровня, который пробивает. Вот, дальше идем. Смотрите, здесь, например, ближний ретест, он не реализовался. Читаем дальше. Пятый день, да? После излома. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Десятый день. Вот на этом, вот на вот этом баре, мы тоже можем считать, что это ближний ретест. Десять дней, это нормально. Включительно десятый день, это тоже считается ближний ретест. Что происходило здесь? Здесь у нас то же самое. Далеко закрылись, далеко закрылись. Зашли, и опять ложный пробой. Здесь мы смотрим, опять же, подход к уровню. Мы сейчас, давайте посмотрим на часовике, как это все было, чтобы было понятно. Так, на часовике, на часовике. Я думаю, вот эта, но картинка с гэпом, скорее всего. Так, с гэпом, да, картинка с гэпом. Сейчас посмотрим, что у нас на часовике происходило. Так. Вот. Вот. Здесь, на самом деле, вот смотрите, как мы сходили. Мы за... Вот здесь можно было заходить на ближний ретест. Действительно, это было бы правильно. Вот. Вот, видите? Что нам нужно? Нам нужно... Ну, во-первых, здесь гэп. Гэп у нас бывает, у меня есть видео на канале, три вида гэпа. Гэп на пробой, гэп на ложный пробой, гэп на... гэп в канале также. Нет, четыре вида гэп. В общем, есть гэп на ложный пробой, есть на пробой. И здесь, как раз-таки, самая ситуация. Значит, в сроке у нас был гэп. Гэп на что вообще? Гэп на... на ложный пробой или на пробой. В итоге, здесь был гэп на ложный пробой. То есть, мы пробили. Вот здесь, по-хорошему, можно было уже заходить в шорт. Но, здесь гэп, видите, я гэп вообще не люблю торговую, честно. Я бы при гэпах не заходила. Но даже если бы вы зашли бы на ближнем ретесте, соответственно, вы бы стоп поставили за хай-лоу пробившего бара куда-нибудь сюда. И, в принципе, вы могли бы здесь 50 пунктов забрать. Вполне. То есть, здесь было бы правильно, если бы на ближнем ретесте забрали вот это движение. Вот. Но, это локально, да, если ставить тейк. Вообще, тейк, вот этого накопления, то, соответственно, здесь у меня цели были бы гораздо больше. Потому что, во-первых, долго стояли. Во-вторых, у нас глобально нисходящий тренд был. Здесь стоит рассчитывать на более, на более длинное движение. Но, те, кто использует плавающий стоп, вас бы выбило бы, по безубытку, не было бы так обидно. Вот эти все картины, которые сейчас по евро-доллару, они такие сложные. Правда, евро-доллар вообще вот эти дни, вот эта вся неделя, сколько тут, две недели, очень были тяжелые вообще весь август практически. Начиная с 19 августа, по текущее время, видите, волатильность очень тяжелая. Поэтому, в принципе, было бы правильно зайти здесь, здесь неправильно, потому что здесь захода не было. Здесь заход был, видите, и выбило. Здесь, скорее всего, была уже паранормальная такая активность. Давайте посмотрим на часовике, чтобы было понятно. Так. Да, вот посмотрите, видите, движение какое было. При таком, вот при таком волатильном баре нельзя заходить на пробой. Здесь пробоя и не было. Здесь, посмотрите, что было. Видите, на часовике, так, сейчас, на часовике у нас закрытие, видите, не было ниже уровня. Все, то есть здесь заходить нельзя. Здесь заходить еще можно было, здесь нет. Поэтому закрытие очень важно при пробое, закрытие, либо в самый хай. Но желательно, в самый хай это дневка, если мы дневку смотрим, но, я имею ввиду, если закрытие ниже уровня, они обязательно важны хотя бы на 15 минутке на часовике. Закрытие должно произойти ниже уровня. Вот, поэтому дальше смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десятый день. Одиннадцать. 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 Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Все. Вот смотрите. Десятый, вот одиннадцатый день пошел. Например, выкупили на одиннадцатый. Вот здесь уже идет дальний рейт. Может, десять дней. Это дальний ретест. Что происходит здесь? Дальний ретест, он работает когда? В основном, когда у нас более узкое накопление. Для дальнего ретеста это очень широкое накопление. Вообще, по отношению к этому движению, у нас, по идее, должно было быть какое-нибудь, ну, узкое прилипание к уровню, например, или узкая консолидация над уровнем, да, в данном случае. Здесь очень широкий диапазон. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть сложный пробой. Это уже плохо. Вообще, при дальнем ретесте, желательно, если мы хотим видеть пробой при дальнем ретесте, здесь ничего не должно быть. Никаких хвостиков. Вот отбой, и все. И мы торгуемся вот тут. Никак мы тут не задеваем ничего. Это означает то, что здесь никто не укреплял свою позицию, никто не касался этого. То есть, крупных игроков не должно быть в рынке, если мы хотим пробой торговать при дальнем ретесте. Я сейчас вам покажу сценарий по доллар-иене. Там очень-то хорошо описано. Именно дальний ретест на пробой. Вот. Что мы здесь видим? Мы видим здесь ложный пробой. Мы видим хвостик. Хвостик. И опять же, вот этот бар показывает, что это ложный пробой. И мы вот тут пытаемся зайти на... зайти в продажу. Это неправильно при дальнем ретесте. Неправильно. Объяснила, да, почему? Потому что, во-первых, широкие диапазоны. Здесь у нас есть уже касание, ложный пробой. И, скорее всего, это движение, вот это вот, показывает наоборот, что это будет ложный пробой подтверждение вот этих вот хвостиков. И действительно так и произошло, да? То есть, мы наносивали вот тут ложный пробой и пошли. Что сейчас происходит? Если в текущем моменте смотреть, евро-доллар, да, подходят. Куда они? Сюда подходят. То есть, что здесь должно произойти? Здесь, на самом деле, если по отношению к этому излома, здесь уже у нас будут свои изломы. То есть, какой-нибудь излом другой уже. И по отношению к этому излому, который тут будет, мы уже будем торговать ближний ретест. Это будет правильнее, чем здесь торговать дальний ретест. Дальний ретест торгуется только при каком-то узком, хорошем накоплении, либо прилипании к уровню. Это в идеале. Вот. При таких широких диапазонах дальний ретест не торгуется. Про дальний ретест примерно хотя бы часть, да, мы проработали. Теперь давайте к ближним ретестам. Что такое ближний ретест? Ближний ретест, он очень хороший именно в начале, либо в середине тренда. Как, например, здесь. Вот инструмент. Вот у нас был излом. Все. Здесь далекие-далекие закрытие. Излом, отбой. Все. И все равно пошел. Пошел. Сделал излом. Причем таким хорошим баром, да, достаточно крупным объемом. Нарисовали ложный пробой. Вот тут вот постояли. Что нам покупатель показал, да, продавец? Показал нам, что он главнее здесь. Не будет какого выкупа. Это вдвойне сценарий. Это пробойная формация с нереализацией ложного пробоя. Нереализация вот этого ложного пробоя по отношению к этому излому. Поэтому здесь тем более тренд, зарождение нисходящего тренда. Вот на подходе к этому излому, вот к этому уровню, мы можем переходить на часолип и смотреть точку хода здесь. Что важно? Еще раз повторюсь при пробое. Закрытие ниже, либо выше уровня. Подход небольшими барами. Поджатие. Под самый хай, под самый лоу. Закрытие близкие к уровню. Это означает, что да, у нас будет пробой. Вот эту картинку можно было торговывать на ближнем ретесте. Еще у меня есть пункт. Ближний ретест и техническое движение при ближнем ретесте. Что я заметила? По моей практике, я тоже люблю ближние ретесты, я их торгую, также локально, глобально. Я заметила, ну, эта картинка не совсем удачная, но в основном, как происходит? Ближние ретесты, они отрабатывают такое же движение. Вот, например, здесь инструмент стоял, там, 50 пунктов в канале. И такой же инструмент дает при выходе из канала 50 пунктов. То есть, я бы тейк, ну, куда-нибудь вот сюда поставила, а здесь бы уже, возможно, бы заходила бы на другой сценарий внутри дня. Потому что у нас здесь шартовая зона, как ни крути, зона хорошая, пустая. Вот, поэтому при ближнем ретесте техническое движение в основном, оно рассчитано, да, мы можем поставить расчетный АТАР. Но я люблю очень технический АТАР ставить при ближнем ретесте именно на такое же расстояние, сколько инструмент стоял в канале. Все-таки эти два бара, они создали это накопление. И вот сколько вот накопление, расстояние вот между вот этими барами, да, вот отсюда и вот досюда, вот, элементарно, вот досюда, до этого хлоу. Вот такое же расстояние, мы сто процентов упадем. Можем упасть ниже, да, но технически можно рассчитывать прямо вот на вот это вот расстояние, сколько было в канале. Так, теперь, так, сейчас вот этот уровень уберу. Что у нас здесь произошло? Дальний ретест. Я вот имею в виду вот эти вот подходы. Еще раз к уровню, да, у нас было восходящее движение. Излом. Дальше у нас что идет? Здесь у нас идет опять вот этот бар, вот этот бар, вообще вот этого мы всего не видим, допустим, да, вот. Вот мы вот здесь вот торгуемся, мы что-то подходим вот сюда. Мы можем рассчитывать вот это движение и вот этот вот подход, да, через один бар до ближней ретест. Можем ли мы так считать? Теоретически можем, но что нас пугает? Во-первых, еще раз, общая картина рынка. Мы вот это все, вот этот тренд, да, у нас евро-доллар находится в глобальном нисходящем тренде. Мы пытаемся здесь уже пройден, заметьте, уже против тренда пройден очень достаточно много два тара, вот тут пройдено два тара против глобального нисходящего тренда, и мы еще тут пытаемся купить. Это глупо. Это глупо, да, во-первых. Во-вторых, здесь у нас подход какое? Закрытие далекое. Закрытие далекое, заметьте, да, далекое закрытие, Далекое закрытие, далекое закрытие Далекие закрытие это плохо Вот заметьте какие закрытия тут и какие закрытия тут Тут близко, близко, близко И в итоге пробой Тут далеко, далеко и в итоге что у нас? Ложный пробой Поэтому в такой ситуации вы просто сравните две картинки Они абсолютно разные Здесь мы торгуемся по тренду Здесь мы торгуемся как бы по восходящему тренду якобы Но другое дело Если бы евро-доллар торговался бы в канале В какой-нибудь широкий диапазон в канале То это мы могли бы сказать, что это начало восходящего тренда Но глобально у нас продавцы давят Поэтому здесь неправильно было бы заходить на ближний ретест на пробой Плюс далекие закрытия Мы также смотрим какая у нас волатильность на часовике Например, я люблю часовик и дневку Мне часовик что показывает? Я вижу там волатильность Если вот там вот такие бары, паранормальный подход к уровню Я не буду никогда на пробой заходить Это глупо, потому что паранормальные бары Они всегда завершают движение Они начало движения показывают Маленькие бары это начало Накопительные бары это начало движения Но никак не большие паранормальные бары Дальше идем, да? Это раз, два, второй день Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Ага, девять дней Это что у нас? Это еще посчитается ближний ретест Но какой это ближний ретест? Опять же Здесь широкий диапазон Ну здесь видите волатильность широкий Здесь посмотрите какой диапазон и какой здесь Здесь нам уже показывает то, что во-первых у нас есть Что у нас есть? Хвостики вот эти вот, да? Они нам на самом деле при таком широком диапазоне То есть что означает пробой вообще? Чем мы ближе к уровню, тем лучше Чем мы дальше от уровня и чем выше волатильность, тем тяжелее идти Поэтому здесь опять же идти на пробой Мы никогда не забываем, что во-первых у нас здесь Посмотрите, далеко закрылись Вот предыдущий бар далеко закрылся Последний бар, да, он закрылся близко Он закрылся близко, но мы торгуемся против тренда глобального, нисходящего Еще раз, да? Здесь был у нас девятый день, здесь десятый На десятый день, допустим, мы хотим зайти все равно на пробой Мы переходим на внутридневной таймфрейм Там нам что показывает? Мы смотрим, что нам так показывает Если у нас повышена активность, точнее волатильность То здесь мы уже не сможем пойти на пробой Здесь все-все говорит о том, что у нас будет ложный пробой И он действительно есть Во-первых, подтверждение вот этих хвостиков Вообще желательно при... Если даже есть хвостики, как тут Ну, тогда у нас должно быть узкое накопление Еще раз повторяю, да? Тут хвостики, но тут уже широкий диапазон Здесь очень глубоко откатили Это глубокий откат Тем более для контртрендовой сделки При том, что два тара пройдено Я всегда анализирую левую сторону Я не могу что-то тут анализировать Мне важна вся картина И только тогда будет понятно Вот, дальше смотрим Десятый день Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый Четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый Шестнадцатый день Что мы делаем? Шестнадцатый день у нас широкий диапазон Еще я имею в виду широкий диапазон По отношению вот к этому предыдущему движению Либо восходящее, либо нисходящее У вас какое-то должно быть движение Восходящее, либо нисходящее Широкий диапазон по отношению вот к этому восходящему движению Движение должно быть как минимум наполовину меньше Только тогда мы можем рассчитывать на пробой Не важно, при дальнем ретесте, либо при ближнем ретесте Но накопление должно быть уже Поэтому, что мы здесь демонстрируем? Раз, два, смотрите, далекое закрытие Подход небольшими барами, но он далекий В итоге что? Выплеск объемов Вот эти все стопы собрали Да, соответственно И полетели вниз Благополучно Вот, поэтому здесь тоже могли попасться Даже если бы вот тут зашли Мы все равно бы взяли это движение Вот это бы хотя бы, да Три к одному углу вы бы взяли Но это была бы неправильная сделка Она то, что была бы неправильная Технически, если ее разрисовать Может быть, она и правильная Потому что долго стояли в накоплении И все-таки выплеск объемов был Все-таки, ну, технически, да, правильно Но если анализировать, да, по отношению К общему глобальному направлению Это неправильная сделка Это контртренд Все равно это тяжелая сделка Она может прийти правильно С какой-то точки зрения Но она очень тяжелая Поэтому здесь вы бы взяли бы, да Свои движения, но вы бы не взяли бы там Дальнейшее, да, движение Как здесь, например При ретесте Даже при дальнем ретесте Дальше идем Дальний ретест при ложном пробое Да, вот смотрите Опять же, контртренд, да У нас евро-доллар Он находится в глобальном исходящем тренде Здесь у нас есть излом Давайте посмотрим сразу тару Во-первых, вы всегда должны смотреть тару Здесь пройдено тар раз Здесь пройдено тар два Два тара пройдено с откатами Здесь что мы видим? Опять же, мы видим здесь излом Откат Опять подход к уровню Подход к уровню Вот, кстати, вот это все Вот это все можно было рассчитывать Как поджатие То есть здесь, в принципе Можно было бы заходить Но, опять, что пугает Я бы не заходила здесь После первого Я бы вот тут бы зашла бы На ближний ретест Вот он излом Откат Закрытие выше Я бы подождала бы немножко Потому что слишком далеко закрыли Когда далеко закрываемся Дневного уровня Тоже плохо Подождала бы немножечко Вот этого отката И вот тут бы уже взяла бы это движение Тут было бы правильно Ближний ретест по тренду В начале тренда В середине Но тут уже, видите Начало тренда Тут якобы вы подумали бы Что это середина тренда Хотя тут пройдено 2 тар 2 тар это очень много Поэтому здесь Опять же, повторюсь Такая же ситуация, как и здесь Мы идем против тренда Против тренда Поэтому здесь Если бы вы зашли на ближний ретест Вы бы взяли Да, 30 пунктов вы бы взяли Ну, если вы используете плавающий стоп Вас бы выпило бы без убытка Вот Поэтому здесь Что мы увидели Здесь мы увидели Что это не ближний ретест Не пробой Это ложный пробой Да, мы откатили Давайте посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 Ближний ретест Смотрите Закрытие под самый high Ждем закрытие выше внутри дня Здесь закрытие внутри дня Не произошло Видите Надевки тоже Закрылись ниже Что это означает Когда у нас есть сложный пробой Вообще Когда уже есть сложный пробой Вот как тут видите Уже были ложные пробои Очень большая вероятность Что скорее всего Нарисуют ложный пробой глобальный И мы пойдем С подтверждением ниже Как и здесь Заметьте Ложный пробой Ложный опять пробой Видите Еще подтверждение Все И мы тогда ушли Это правильная сделка Вот здесь можно было Торговать сложный пробой Но никак не пробой Ни на дальнем ретест Здесь уже был бы дальний ретест Вот тут После вот этого бара Здесь больше 10 дней Вот здесь тоже самое Больше 10 дней Это дальний ретест Но Кстати Вот здесь Да Я сейчас вот объясняю вам Вот здесь кстати Накопление узкое По отношению этого накопления Да Накопление узкое Но Ребят Еще раз К общей картине рынка Рынка Это контртренд И когда мы торгуемся Ладно мы вот тут заходим Прямо на начале коррекции Но когда мы заходим Уже под конец коррекции Мы как коррекцию Можем рассчитывать По АТАР Да АТАР у нас У каждого инструмента свой Если евро-доллар Ходит 140-170 Значит это его недельный АТАР И тут пройдено 2 АТАР И плюс у нас есть Сложный пробой Вот он Все И тут уже тяжело Здесь на самом деле Вас просто будут заводить Ложно Вот сюда в онговую зону Так Ближний ретест Против тренда Ближний ретест Так это вот здесь Я наверное показывала Нежели вот смотрите Да ситуация какая Какая ситуация здесь Здесь у нас Ситуация другая Видите Вот тоже тренд Вот он Нисходящий Вот он видите Падение Во-первых Во-первых Длинное безоткатное движение Вот он Длинное безоткатное движение И зло Далекое закрытие И соответственно Здесь далекое 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 Здесь мы не заходим Вот на вот этом баре Мы на ближний ретест Не заходим Почему У нас очень далекое Закрытие к уровню Все Мы не можем На ближний ретест Зайти Идем на выкуп Дальше Дальше идем Далекое закрытие Тосительно Да Это уровень Здесь мы заходим Уже за уровень И идем То есть вот эту комбинацию Формацию Да Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь На седьмой день Мы заходим за уровень Что мы делаем Мы вообще когда видим Что у нас идет тренд Что нам это помогает Во-первых у нас здесь Тодневки тренд Так у нас Неделька и месяц У нас в шортах Это хорошо Это не контр тренд Здесь мы можем взять Больше движений Поэтому Здесь мы бы На часовике Уже бы смотрели бы Именно Видите подход к уровню На часовике Мы смотрели бы Какой здесь подход Какое закрытие Вот тут уже Может быть заходили бы На ближний ретест Это ближний ретест И заметьте Здесь расстояние Пройдено в канале Весь отар пройден 160 пунктов Здесь 100 Да Вот здесь Вообще по хорошему Прибыль надо забирать Вот тут Именно на расстоянии канала Я уже об этом говорила Сегодня Так Давайте Теперь в другой паре Валютной Посмотрим что тут Посмотрим что тут Вот Пример Вот Пример Иены Доллар иена Во-первых Что по доллар иене Во-первых У нее был рост Глобальный Начинает 21 декабря 2020 года Рост Накопление Рост Накопление Да Вот Вообще Да Глобально У нас рост Если смотреть на недельку На месяц Там тоже Глобально восходящий Тренд Соответственно Когда мы торгуем Дневку И меньше Что-то Дневки Часовик Четырехчасовик Желательно Ну желательно Торговать вместе С направлением рынка Если вы хотите Пробоя Пробоя Вот они хорошо Работают именно С общим направлением Это не контртренд Это не ложный пробой Пробои Вот в основном По моей практике Они работают Именно на Общее направление Рынка Ложный пробой Можно на контртренде Пожалуйста Отбой Можно на контртренде Но пробой Нет Пробой Желательно Торговать С общим направлением Рынка Вот Что мы здесь видим Здесь мы видим Вот я выделила Дальний ретест Сейчас посмотрим Так Дальний ретест Ой Дальний ретест Так Вот он Смотрите Излом Да Во-первых Маленькие бары Вот подход Здесь у нас Относительно параномальный бар По отношению с этим Откатили Все Здесь я даже считать не буду Что вот этот бар Это дальний ретест Потому что очень много Здесь дней пройдено Больше 10 дней Что мы видим Что мне нравится Да Когда дальний ретест И мы здесь не видим Никаких хвостиков Здесь поле чистое Здесь никто не касался Это хорошо При пробое и при дальнем ретесте Обращайте на это внимание Когда вот эти хвостики есть Это уже тяжелее При дальнем ретесте При ближнем Ну при ближнем Если по тренду еще ничего Но при дальнем Хвостиков вообще Нежелательно Чтобы они были Чистое поле Да То есть никаких касаний Что мы здесь видим Далекое закрытие Отбой Да Здесь у нас закрытия выше не было А мы это оторвываем Да Закрытие именно выше Либо ниже Дальше мы откатились Да Откатились Откатились Все И вот здесь у нас Дальний ретест Чего? И этого уровня И этого излома Здесь у нас Подход Посмотрите Маленькими барами Заход Все Здесь на самом деле Здесь Здесь у нас Во-первых уже Локальный тренд Да здесь Вот здесь на самом деле Можно было бы заходить На пробой При чего? При сценарии Дальний ретест По По какому направлению? По общему Восходящему тренду Но заход конечно же Не на дневке желательно А на часовике На внутреннем Тайфрейме Поэтому дальний ретест Желательно Чтобы он выглядел Вот так Если вы любите Дальний ретест Ну без хвостиков Вот тут Чтобы была пустая зона Так Ближний ретест Что у нас здесь? Так Ближний ретест Уже не помню Так Ну вот это дальний ретест А у меня почему-то Ближний выделен Так Что-то я А Наверное Вот смотрите Смотрите Во-первых Во-первых Вот здесь было очень Вот вы смотрите Да Вот что тут было Ладно здесь Здесь много стояли Действительно Здесь оправданно пошли Тут мы шли практически безоткатно Практически Откат Глубокий Да Дальше пошли безоткатно Откат глубокий Все И какое у нас движение? Паранормальный бар Все Здесь закрытие паранормальным баром И вот тут уже Заходить опять на ближний ретест На пробу Очень тяжело Почему? Во-первых Много прошли Вот здесь вот Очень много прошли Поене И закрытие паранормальным баром Это не очень хорошо Здесь у нас Далекие закрытия Да Маленькие бары Но далекие закрытия Видите Далеко Предыдущий пар очень далеко И вообще вот это все Расстояние Вот эта торговля Вся велась Далеко Именно от уровня Излома Что здесь в итоге На ближнем ретесте Мы бы не зашли Дальше на пробу Во-первых Паранормальный бар И здесь у нас только Видите Коснулись и откатили То есть нарисовали Ложный пробой Это контртрендовая сделка Если смотреть Вот Так что здесь На самом деле Ближний ретест Было бы Именно по расчету Неправильно Потому что здесь Далекие закрытия Паранормальные бары Очень много прошли Поэтому ближний ретест Здесь мы отраговать не можем Но здесь у нас есть что? Дальний ретест По отношению к чему? По отношению вот К этому уровню Излома К этому хай Здесь у нас Соответственно что? По отношению Если вот к этому Вот видите Восходящее движение Вот оно И по отношению К этому восходящему движению У нас вот такое Есть вот Такое вот Такая вот формация Она называется Закругление Да Закругление Называется закругление При дальнем ретесте Кстати Что очень интересно Желательно Если вы торгуете Дальний ретест Чтобы было Вот такое вот Закругление Если тебе более Дневку смотреть Более глобальное Что-то Закругление Очень подсказывает То что Действительно у нас Будет пробой И пробой Будет такой Хороший средний срок Поэтому здесь Здесь закругление На пробой Есть Закругление На пробой Есть Единственное Тут есть хвостик Да Я уже говорила Сейчас Что при дальнем ретесте Нежелательно Чтобы были Какие-то хвосты Вот Но Мы видим Да По ситуации Что здесь Хвостик есть Да Но Что мы видим Здесь мы видим Ну близкое закрытие Достаточно Да Закрыли Здесь мы закрылись Выше Все Вот здесь мы Опять же Мы смотрим Часовик Какое там движение В основном При ложном пробое Если уж Тут был бы Ложный пробой Да Все-таки Вот тут был бы Ложный пробой Подтверждение Вот этого хвоста То мы бы видели Вот такую Пранормальную Прямо активное Волатильное движение Барами паранормальными И заход обратно За уровень В основном Там работают Крупный игрок Именно собирает Позицию Очень агрессивную Ложный пробой Они вообще В основном Вот такие Глубокие ложные пробои Они очень агрессивно рисуются Поэтому мы бы На графике Это сразу бы увидели Там На дневном Т-фрейме Но нет Да Здесь мы что видим Первых Да Мы много прошли Здесь мы Постояли Нарисовали Закругление на пробое В итоге мы пошли Все Закругление на пробое Есть и это хорошо То есть нам это в плюс Здесь что мы видим Ближний ретест Ближний ретест Здесь что Смотрите Йена вообще Демонстрирует Отлично Просто мне нравится Ее сейчас Вообще Именно анализировать По пробоям Самая лучшая пара Наверное Потому что Здесь она очень Вообще Этот год Начался лонговый Доллар иены То есть Йена ослабевает По отношению к доллару Очень давно уже Вот Здесь у нас что Здесь у нас Сильное безоткатное движение Это сильное безоткатное движение Для доллар иены Здесь у нас есть Близкое закрытие К уровню Излом Откат Подход к уровню Далекое Близкое Все Вот тут мы ничего Не ищем Близкое закрытие Все Это нам бонус Близкое закрытие Никакого закругления Тут нет Это просто Ближний ретест Раз Два Три Четвертый день Мы подошли Вот к этому Излому Не к этому Не к этому Все Мы Вот что Само Ближний ретест Это Это ближний излом Это не вот этот Излом Какой-то там Другие изломы Вот излом Если мы хотим Вот тут вот Купить То мы смотрим А что тут купить Куда По отношению к чему Что мы торгуем Про боли Что мы хотим Вот тут Мы выделяем Уровень ближайший Как и здесь То же самое Вот он ближайший Если мы тут хотим Что-то сделать То же самое и здесь Вот тут хотим Что-то Вот тут вот покупаем Соответственно Мы не лезем В само движение Мы сначала Выделяем уровни А потом уже Смотрим какое движение А не так Что мы вот тут Где-то заходим Вот тут заходим А чем мы тут заходим когда уровень у нас сверху, да, ну, допустим, да, это неправильно, поэтому ближний ретест это всегда ближний уровень излома, здесь что мы видим, ну, во-первых, во-первых, вообще, да, если смотреть, у нас вот диапазон, да, у нас глобальный там восходящий тренд на недельку, если посмотреть, но у нас здесь широкий канал, плюс у нас есть две фигуры, раз, два, два дна, мы прошли, да, половину, все откатили, здесь, что было бы правильно, да, на ближний ретест заходить, во-первых, у нас направление общее глобальное восходящее, на дневке у нас восходящее движение, да, вот здесь мы много прошли, но мы постояли, да, близко закрылись к уровню, без всяких хвостов, без ложных пробоев, и, соответственно, здесь можно было бы заходить не на дневке желательно, а на внутренних таймфреймах, поэтому этот ближний ретест по тренду, он также является правильным, он является правильным, здесь, смотрите, да, вот по сравнению вот с этой картинкой, здесь близко закрылись, да, здесь закрылись далеко, видите, далеко-далеко-далеко, Это плохо, приближение. Нам нужно именно прям под самый уровень желания, под самый хай. Закрытие под самый хай. А если вот эту сейчас картинку смотреть, вот что сейчас по ей не происходит. Длинное безоткатное движение, далекое закрытие, далекое, далекое, далекое. Откат. И здесь на самом деле очень тяжело. Вот вообще вот это движение, здесь очень много уже прошли. Тут прошли, тут. Здесь скорее всего даже ложный пробой нарисуют. Вот посмотрите, видео это посмотрите, а потом посмотрите графики. И посмотрите, была ли правая или нет. Я думаю, что тут будет ложный пробой, и мы вообще откатим. Потому что доллар и иена очень много прошли, и ей немножко нужно передохнуть. Так я думаю, не будет тут такого пробоя какого-то глобального. Немножко иена постоит, либо на ложный пробой пойдет. Так, давайте фунт-доллар. Фунт-доллар. Заметьте, да, инструменты все разные, но техника везде одна и та же. Тут у нас что? Тут у нас, если вообще всю картинку рассматривать, Ну, во-первых, у нас глобально нисходящий тренд. Вот он, глобально нисходящий тренд. Все, вот, нисходящий тренд на недельке, хорошо видно. Мы торгуем дневку. На дневке есть свои, конечно же, уровни. Это уровень излома. Вот, например, да, вот он излом. Откатили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать. Все, это дальний ретест. вот это. Можем ли тут продавать? Можем, только с закрытием ниже. Хвостов никаких нет, это хорошо. Плюс у нас вот тут поджатие есть, это хорошо. Маленькие бары это хорошо, но далеко закрылись, далеко закрылись, далеко здесь близко закрылись, но что мы видим на внутреннем ноте фрейме? Нету закрытия ниже. Закрытие ниже нужно, именно причем такими барами небольшими, да, то есть закрытие ниже, только тогда заход. Этого здесь нам инструмент не дал. Значит, ждем дальше. Мы там свой сценарий не оставляем, но идем дальше, да. 19, 20, 21, 22, ну в общем-то вот здесь дальний ретест. И соответственно, смотрите момент, мы можем этот уровень ставить для дальнего ретеста, да, но я бы как сделала? Я бы выставляла бы, конечно же, уже излом более свежий, это вот этот. То есть, если я торгую ближний ретест, я не торгую вот этот излом. Если я торгую ближний ретест, если я торгую дальний ретест, значит, я этот уровень не оставляю. Если я торгую ближний ретест, значит, я ставлю ближний излом. Все просто, да. То есть, здесь излом вот, low вот этого бара. Здесь достаточно близко, маленькие бары близко закрылись, откатили, коррекцию, да, все, и пошли. Причем, смотрите, как пошли. А почему? Вверх у нас глобальное было поджатие, да. У нас было глобальное поджатие, у нас тут зона пустая. Что еще, кстати, очень хорошо, когда у нас то ли ближний ретест или дальний. В основном при дальнем ретесте очень важно. При дальнем ретесте очень важно, чтобы зона была желательной, была пустая. Пустая, то есть, чтобы инструмент мог идти. Вот как и здесь тоже самое, видите? Пустая зона Вот здесь пустая зона у нас была Вот здесь зона пустая Вообще у нас дальний ретест, видите, вообще здесь зона пустая Если на ней не смотреть Доллар то та же самая история Поэтому я бы здесь оторговала вот этот уровень А не этот То есть этот я бы не взяла Например, я бы вот тут зашла Допустим где-нибудь рановато Трейдеры любят, любят, не любят ждать И заходят как-то может быть рано Но это неправильно Вас бы выбило Но вы бы смотрели, что инструмент всё снова-снова подходит к этой отметке, вот к этой, да, то здесь было бы правильно заходить дальше на перезаход в шорт. Поэтому всё-таки я люблю больше вот именно ближние, я вообще люблю ближние ретесты больше, чем дальние. Дальние я в основном всегда, во-первых, они вообще редко бывают, что при дальнем ретесте, там, с закруглением, всё, и в средний срок пара пробивала, там, инструмент любой, неважно, валютная пара там или акция. Вот, поэтому я ближние ретесты вообще просто обожаю, особенно, когда они идут по тренду. Да, когда они идут по тренду, вот он тренд, поэтому здесь у нас есть, видите, излом. И вот здесь заход в шортовую зону уже пошёл, и желательно, конечно же, смотреть точку входа, когда у нас вот такая активность, волатильность идёт на часовике, соответственно, да, на часовике. Что нам важно? Да, мы пробили, но нужно какое-то затухание, возможно, возврат небольшой, и только тогда заходить. Вот, ну и плюс поджатие, да. Вообще, что про бой? Пробой, мы всё-таки сегодня смотрим сценарий пробой, пробой – это поджатие, это узкие накопления консолидации, да, это маленькие бары, далёкие закрытия, всё это сразу нет. Далёкие закрытия, когда вы увидите, особенно, когда пройдено большое движение безоткатное, пройдено ТАР, когда идёт подход на паранормальных барах, там, маленькими барами, а точнее, на паранормальных барах, то это, наоборот, не стоит учитывать, что это у нас будет пробой. То есть, наоборот, всё идёт на разворот. Так, ребят, всё, вот такая вот у нас тема получилась, видео «Тема актуальна», также спрашивают в комментариях. Пишите под видео, под этим видео, комментарии, также какие-то вопросы, если они непонятны, мы в дальнейшем, может быть, разберём. Пишите также свои предложения, идеи, чтобы вы хотели в дальнейшем рассмотреть, разобрать. Мы также рассмотрим все ваши идеи. Если вам видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал «Верчик и Ко», чтобы не пропускать следующее видео. И всем успешного обучения и торговли!